Языка Африканс. Мы посетили несколько университетов. Мы посетили университет Йоханнсбурга, где огромный университет, который 5 лет назад стал полностью англоговорящим, то есть 5 или 4 года назад звали Африканс, он ведется там только на английском. Нас встретил как раз-таки профессор Дон Хелденхейт, благодаря кому, одному из немногих, кто познакомившись с нами в Москве, замолвывает за нас словечком уже в Южной Африке. И мы были очень рады с ним снова увидеться уже в Южной Африке. И он организовал для нас встречу с профессурой кафедры, где мы приняли участие в мастер-классе по разбору поэзии на Африканс, вместе со студентами, которые обучаются на этой кафедре. Помимо этого мы еще посетили университет, который является одним из лучших университетов вообще в Южной Африке, наравне со Стейнботским университетом, университетом Кирптауна, где тоже у нас познакомили с кафедрой африканистики в университете в Тукес, как его сокращенно называют на Африканс, преподавание есть еще на Африкансе. Еще пока есть, я не больше, но до последнего. Вот, пока, то есть каждый год вопрос с языком, он решается на заседании, то есть антиконатика, как сказали бы у нас. Поездка наша была две недели, но мы очень насыщенны. Если вам хочется о какой-то стране жизни спросить, тут у вас сомнения возникли, задавайте мы. Да, можно. Давайте ответим. Спасибо. Для любого вопроса. Пока на этом спасибо. Спасибо. Спасибо за внимание. У меня есть один вопрос к вашим коллегам. Как вы думаете, сейчас все-таки связана такая трава из этого африканца, которая засудно обослилась в последние годы? Ну, я опять, наверное, вопрос к ее наследием. Более всего, я бы не сказала, я думаю, что просто это все-таки наследие Африканцев. Ну, это мое личное мнение, я могу ошибаться. Потому что у меня же английский, к английскому никаких претензий. Мне кажется, что это связано именно с этим. Насколько это был тяжелый период для многих народов в жизни Африки, но до сих пор это не будет. Английский язык, в этом смысле, как мне кажется, он воспринимается скорее как нейтрально. Он не связывается с этой государственной политикой, с национальной политикой партии. А здесь все-таки вот такая историческая память. Ну, ведь это на языке африканцев говорят не только белый. Там куча цветных, которые говорят на языке африканцев. Черных, тоже говорящих на языке африканцев. Там огромное, знаете, вот в самом языке африканцев несколько диалектов, совместных ответвлений. То есть, я просто прям вот обослилась в последнее время, ну, совершенно. Я тоже могу согласиться с Ильямой Африканцевой, потому что это наследие, конечно, апартфеля. И, конечно же, после, если скажем так, падения этой политики, да, в первый год или после демократических выборов, то есть после 1904 года, безусловно, большую роль сохранена и самоделла, конечно, в том, что в стране, в общем-то, нескольких войнах. Ну, он не спешал. Это, конечно, тоже такой определенный важный этап, мне кажется. Но все, что касается языка, то, безусловно, к языку относились как к языку гнетатико, безусловно. Английский язык, я бы не сказала, что он нейтральный язык, язык английский – это язык социальной мобильностью. Все, для всего населения, безусловно, особенно для африканского населения, да, это возможность. Но это стало не всегда так было. Безусловно, я говорю уже после. Да, вот. Но все, что касается языка африканцев, опять-таки, если мы будем говорить об истории языка африканцев, ведь в истории языка африканцев было довольно много таких этапов. Иерстабельехи, и африкансы там, то есть первое движение за африканцев, и за язык африканс, второе. Сейчас говорят о четвертом движении языка африканс, да. Возможно, именно благодаря этому движению, да, возможно, благодаря деятельности вот таких организаций, о которых мы говорили сейчас наши студенты, да, ну, язык африканцев достигнет определенного своего развития. Хотя говорят о том, что пик развития языка африканс пришелся как раз на период апархеи, да, безусловно. Ну, столько они дарулись и признать языка. Вы знаете, да, но мне хочется добавить еще такую вещь, несмотря на то, что, да, многие воспринимают язык африканцев, да, вот так, враждебно, я имею в виду среди африканского населения. Знаете, многие африканеры, и я вот как раз с ребятами общаюсь, что жду этих африканцев в будущем, почему-то на право отношениях. Многие африканеры, молодые африканеры, они чувствуют даже определенную вину за то, что он за что встанет. И многие поселяются, вот, вы знаете, что, скажем, в пригородах Кептауна огромное количество трущоб. Например, известных и речи. Да, и многие из молодых африканеров с семьями поселяются там и помогают африканцам. Но, к сожалению, в большинстве случаев это все заканчивается традически. Вот буквально два года назад, это, по-моему, было напечатано в газете Белл, как раз-таки история такого одного молодого человека, который в свое время сдал книгу о жизни в Каевиче. Он с семьей переехал туда, по-моему, у него жена была сильная, маленький ребенок. И, в общем-то, он жил среди этих африканцев. В общем-то, это, понятно, трущобы, это маргинализированная часть общества, безусловно. И он вкладывал свои деньги, он помогал. В итоге он был убит. К сожалению. Поэтому, конечно, здесь довольно сложная ситуация. И тот курс, который сейчас проводит, политический курс, Южная Африка, по руководству Джейкоба Зума, в общем-то, тоже не способствовало тому, чтобы язык африканца крепил свои позиции, несмотря на то, что он сохраняет статус языка государственного. Ведь предлагалось, так сказать, вывести язык африканца из этого списка, чтобы он стал, скажем так, на провинциальном уровне третьим языком, неофициальным. Но сделать это достаточно сложно. Все-таки 11 государственных языков – это политическое решение, больше всего. Но вернуть назад – это тоже достаточно сложно. Поэтому, опять-таки, все, наверное, во многом решат предстоящие выборы. Это тоже все непросто. Но, к сожалению, там… Но мы все-таки надеемся, что, в общем, язык склонит свой статус. Потому что решить его, этого статуса, тоже достаточно сложно, на мой взгляд. Потому что я, в общем-то, считаю, что африканеры, как ни один другой народ настолько упорно и упрямо борются за свой язык. То есть им можно об этом визавидовать, мне так кажется. И главное, что стали голландцы очень поддерживать. Да, безусловно. Проводить, потому что все время сейчас у нас неделя южноафриканского романа. Вот Ваня Кастинг должен был на кафедре в гильдии читать лекцию южноафриканской литературы. Нет, поддержка со стороны этой страны, безусловно, огромная поддержка. И в том числе материальная поддержка. Материальная поддержка. Здесь даже я вам напоминаю о толковом словаре «Ад», который, так сказать, издается в Сталинбургском университете. Они застряли на каких-то предпоследних томах, потому что прекратилось финансировано. Здесь всем, в общем-то, помогают индивидуаны. И, ну, немного шведы, да, потому что у них общие проекты есть. Но в любом случае они поддерживают, конечно же. И сохраняются вот эти контакты с исторической Родиной. С исторической Родиной, да, сохраняются. Ну, конечно, вот как раз Ваня Кастинг уже долгие годы в этой языковой комиссии. Ну, вот когда именно официально был признан африкан, что это язык? Есть когда-то определенные даты, когда это прямо официально? В 25-м году. В 25-м году, да. В 11-м году он стал в языкной школе. Да, значит, его вели как предмет. И в 25-м году он был признан государственным языком. Вот, если можно, у меня такой вопрос. Меня зовут Юрин Александр, я из Аркадзум. Я не африканист, я культуролог. Но что меня, собственно, привело? Я не специализируюсь в Африке. Меня привел сюда другой вопрос. Вопрос, относительно продиктованный моим таким профессиональным опытом. Я работал несколько лет в качестве переводчика в одном футбольном клубе в Восточно-Афракейском. И я курил вот такое направление игроков из западной, в основном, преимущественно Африки. И переводил с английского. И столкнулся в целом рядом, собственно, практических таких проблем. И вот, пока мы здесь рассуждали, я вот такие два вопроса хотел бы сформулировать. Первый, вот, насколько все-таки утверждение о том, что английский в том смысле, в котором его преподают в университетах, реально работает в Африке. И это была действительно проблема. Вот в реальном переводе не участвуют в программах академической мобильности, где часто студенты сталкиваются с другими студентами, с профессурой. И я понял, что большинство простых представителей, футболисты, собственно, молодые ребята, они такие, без какого-то образования, говорят на Pigeon English. И это совсем другая реальность, нежели там академический английский. И тут, конечно, можно говорить, что, ну, вот это диалект, там, да, но, как вы знаете, вот у BBC теперь есть подкаст, который вот прямо там увлечает на Pigeon English. Это совсем, ну, это диалект вроде бы английского, но мне так и не удалось, собственно, им владеть. Нам приходилось выдергивать кого-то, значит, с каким-то образованием человека, который нормально говорил на английском, и он переводил другим, соответственно, ребятам на Pigeon English, то есть это вот такая двойная обоследованная коммуникация происходила. И вот второй вопрос, с которым я тоже так столкнулся, уже интересно мне, как, собственно, культурологу, это вот вы упомянули о языке хаоса, да, там, который, в принципе, да, там, в современном мире, в мире таком национальных государствах распространяется по религиозной линии, да. Вот, насколько вот я, ну, мне вот объяснили, ребята, вот была ситуация такого характера, когда два гонийца, там вот они присутствуют, и приходит третий нигериец, и вот нигериец с одним из гонийцев, что говорят там в каком-то мне незнакомом языке, и я спрашиваю, что, собственно, о чём они говорят, у третьего, он говорит, я не знаю, я христианин. И я спрашиваю, в чём, собственно, дело, и он объяснил мне, что хаоса играет роль такой коммуникации между именно мусульманами, но различных национальных государств. И, собственно, вопросы, которые второй я хотел бы сформулировать, может быть, такой, ну, не для прямого ответа, может быть, для какой-то дискуссии или размышлений, вот, а какую роль играет, вот, может быть, африканца, вот является он каким маркёром он, или вообще является ли маркёром аморитмическим, может быть, он является для остальных маркёром какой-то социальной группы, может быть, это какой-то религиозный маркёр, как вот в основном другие, там, да, и южноафриканцы воспринимают африканцев, вот, какие он, может быть, такие, и какую роль он исполняет, вот, может быть, в таких кросс-культурных коммуникациях. Ну, если вам, как-то, может быть, есть какие-то ответы на этот вопрос. Или, может быть, какой-то опыт в этом туре. Может, давайте тоже поделаем вопрос. Да, я бы хотела бы спросить. Да, я бы хотела бы спросить. Вы знаете, нельзя сказать, что в Африке говорят на педжинниках, конечно, я думаю, лингвисты со мной тоже, мне кажется, согласятся. Но, конечно, в каждой стране есть свои особенности. У нас в нашем институте, у нас есть кафедра, заданная на песни языков, и у них одно время даже был такой проект, они изучали, скажем, нигерийский английский, ганский английский, японский английский, и то же самое с французским языком. Так что это не педжин, конечно, а вот некоторые такие особенности в каждой стране. И вот Алиса как раз, я думаю, может нам продемонстрировать южноафриканский английский, как она сделала у нас на нашей, как раз, каждой. Что касается второго важного вопроса о языке хаоса, это характерно и только для Западной Африки, а остальные мусульмане африканские говорят на своих языках, а о хаоса многие из них и не слышали. Так что говорить о том, что хаос это мусульман Африки, это, конечно, нельзя. Это можно говорить для Северной Нигерии, отчасти для Нигерии, но и не было. Это что касается опять первого вопроса. В общем-то, в целом по Африке, ну, опять-таки по исследованиям, примерно 10-15% населения говорят на английском языке, знают английский язык. Остальное, значит, где-то 80, почти до 90% населения не говорят по-английски. Соответственно, из этого и появляются даже эти не педжины. Ну, например, в Кении язык называется «сэнг». Это сочетание вот нескольких мест с языковским кением каких-то английских слов. Это же специальные работы просто поэтому ведутся. В Танзании это «сванглеж», это «сохий» или «просанглийский». Это вот такие, появляются как бы новые такие языковые варианты общения. Есть, например, «фэнглеж». Нет, это понятно. «Спэнглеж» есть, там и «аторс». Но я вот просто столкнулся с реальной коммуникацией, когда, ну, и они называли это «пиджином», и вот я вот сегодня буквально просмотрел целый касс на BBC, которые, и там вот, собственно, картинки, которые они выдают в этом подкасте под «пиджином». Они выдают африканские в основном. И я видел, как он работает. Да, это реализованные языки, да, пиджины, да. Ну, это целое какое-то такое особое направление уже в инвестиции. Да, это явление есть. Да, с ним надо каким-то образом знакомиться, ну, наверное, изучать, поскольку вынуждены просто мы будем этим заниматься. Это, да, что касается первого. Что касается, опять же, по поводу хаоса, ну, да, это северная Нигерия, и, наверное, я бы согласилась с тем, что, да, это некая марка, да, исламизация, поскольку вот это движение «бока-харам», такое широко распространенное, да, вот в этом, да, это, собственно, запрет европейского образования, соответственно, английского языка и всего остального, то есть хаоса и ислам. Вот, да, тут есть какая-то действительно такая некая связь между исламом и языком хаоса. Сказать, что вот что шире, что вот я, так сказать, что вообще, да, просто марка ислама для всей базаратной арки нет. Это, конечно, не северная Нигерия и близлежащая, так сказать, да? Ну вот часть Ганна была, вот, 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 вот. Северная. Да. Возможно, да? Что касается вот английского, да? Да, 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 по поводу английского в Нижнадке, вы знаете, в Нижнадке все много проще, потому что все-таки среднее образование школьное, во-первых, сейчас английский язык, поэтому, в принципе, это как бы такой ровно английский, не пиджиный, не страшный, абсолютно понимаемый, вот. Это, допустим, аннельчане, южноафриканцы, африканеры, вот, они даже ближе к какому-то бритишу, то есть, все-таки тоже наследие какое-то. Вот, на южноафрике есть такое интересное время, это фунагало. Это такой тоже был в свое время язык смешанный, на котором говорили люди, работающие там на шахтах и так далее. То есть, это и зулу, и коса, и африканцы, и английский. И я даже встречала такого человека, это был африкан, который говорили на этом уголок, потому что он как раз-то, когда был маленьким мальчиком, он зарабатывал на этих шахтах, ему приходилось как-то с людьми общаться. Но сейчас практически на нем, я не знаю, ну, нет, ну, есть, в общем, один процент, это очень-очень маленький процент остался. Ну, это чистый пиджин. Пиджин, да. Который, в общем, обречен на исчезновение. Потому что он очень быстро возникает в определенной социальной среде. В данном случае это уже шахты, да. И говорили на нем не только южные африканцы, но и те, кто нанимались на работу из соседних стран. Симбан, да, и шоны, все. Да, и он, в общем, обречен на исчезновение. Ну, вот, ему посвящено тоже достаточно очень много работ, потому что лингвистические, то есть, с точки зрения, это интересное очень любление. Потому что смешение большое количество языков. Да, я буквально пару лет назад решала женщина в Южно-Африке. Какие-то просто... Ну, да, на гаунду. На гаунду, на гаунду, на гаунду. Да, такой же вариант есть еще в Зимбабве, ну, там, по-другому, Чива-па-лапа называется. Это тоже своего рода вот такой пиджин. Да, это все смешение такой языков. Ну, а в английском есть южноафриканский английский. Да, ну, это сложно, это не то, чтобы очень... Я это не понимаю, это нет такого неприятного. Ну, и дейландский английский. Ну, конечно, с укроплением местных языков. Да, да, да. Вот, и по поводу маркера, и как, что такое язык африканцев, это больше, ну, это очень важно с воздействующей идентичности. Именно бурых, африканцев, белых, и цветных в том числе. Социальных, других каких-то религиозных, информациями. Нет, 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 нет. Это, знаете, есть такие три столпа, на чем-то африканская культура, это их религия, это их язык, и это фермерство, как бы, это народ деятельности. Вот, если что-то вытащат, это все разваливается. Ну, и глобализация, она как раз начинает разрушать вот эти страны. Да, ну, и не странно. Так что это именно эта идентичность больше. То есть это не какой-то там социальный круг или что-то другое. Честно, такая все. Спасибо, ваш вопрос. Можно вопрос задать? Скажите, пожалуйста, а существуют ли в Южной Африке киностудии, которые создают фильмы на африканцев и в свете организации и следующего саммита БРИКС в Южной Африке, мы знаем, что при каждом саммите проходят фестивали БРИКС, стран БРИКС, где они демонстрируют свои фильмы на вот этих родных языках стран. И есть ли такие вот фильмы, будут ли они, планируется их какой-то показ, или планировались, или были ли такие показы в фильмах на африканцев, в последние 25 лет, в период Новой России, потому что мы знаем, что во время Советского Союза, когда были кинофестивали, по-моему, такие фильмы, они, по-моему, были показаны, насколько я помню. на африканцев не было, но я могу сказать, что довольно длительное время в Москве проходил фестиваль южно-африканцев фильмов, и организовывал этот фестиваль посольство Южной Африки. Там были представлены фильмы на английском языке, но сняты южно-африканскими кинематографистами, да? Естественно, в этих фильмах участвовали и белые актёры, и африканцы, но в основном, чтобы это было понятно, это шло на английском языке или с субтитрами. Вообще, кинематограф Южной Африки очень молодой, безусловно. На африканц снимается, ну, для Южной Африки достаточное количество фильмов на африканц, но я могу сказать, что они достаточно так, наивны в хорошем смысле слов, потому что в основном сюжет посвящен либо фермерской жизни, да, современной, либо это молодёжные фильмы, но они достаточно интересны и в плане языка, например, для нас это очень интересно, да, знакомство с культурой. Более того, наверное, лет пять назад был создан фильм «Кармен» на языке зулу, и в главных ролях это для зулуса. Да, и, по-моему, он участвовал в этом фильм на одном из крупнейших международных фестивалях. То есть, фильмы создаются, ну, конечно, не в таком количестве, но они пытаются. Пытаются очень много совместно производить, да, вот, по-моему, девочки, район номер девять, да, и еще такой фильм «ЦОЦИ» был, да, «ЦОЦИ» – это такая маргинальная отруба в Южной Африке, «ЦОЦИ» даже существует такой язык «ЦОЦИ», в основном это, скажем так, «Молодежь улица», да, и вот тоже был такой создан фильм, но на английском языке, но опять-таки с краплениями на языках, местных африканских языках. Поэтому, что касается вот предстоящего «Саммита Брикс», я не готова сейчас отметить, будут ли какие-то фильмы созданы, но был прекрасный фильм, как раз-таки на последнем кинофестивале Южноафриканских фильмов в Москве, посвященный Нейтсену Андрееву моделям, да, вот, художественный фильм, по-моему, там участвуют разные американские актеры и так далее, достаточно такой драматический фильм, очень, на мой взгляд, очень хороший сценарий был, да, английском языке и так далее, то есть фильмы создаются, но эта киноиндустрия достаточно молодая, но они развиваются, я надеюсь, что, в общем-то, при поддержке, да, следующего саммита, да, может быть, будет еще что-то. Ну, еще в Китае, там, в рамках вот этого саммита Брикс, там же было совещание по средствам массовой коммуникации между этими всеми странами, что усилить, как бы, сделать, ну, как и свою BBC или CNN, какой-то вещатель Брикса сделать. Ну, не знаю, будет ли там представлен наше любимое язык, африканское. А скажите, пожалуйста, а где ваши студенты находят работу с этим языком, выпускники имеется в виду? Вот они изучают 4 года бакалавриат, потом 2 года магистратуре, в качестве первого языка или в качестве второго. Куда вы их пристраиваете на работу? Ну, вот двое, кандидаты науку в исторические, работают в институте Африки. Работают в посольствах, работают в частных каких-то предприятиях. То есть существуют частные какие-то компании, где этот язык востребован, да? Ну, расскажите, вы работали на выставке, хотели. Я, например, работала на прошлой неделе, буквально на прошлой неделе, была выставка, охотничья выставка, которая проходила в гостиной двору. Каждый год туда приезжают африканеры, охотники, профессиональные охотники, которые организуются аппаре для, так сказать, для российской клиники зоны. И у них очень большой спрос на охоту, я могу вам сказать. И, безусловно, конечно, ты можешь переводить на английском языке, потому что это же африканеры, они все говорят на английском, с своим своеобразным акцентом, нежноафриканским. Но люди, которые слышат, что ты говоришь на африканц, причем ты говоришь на очень хорошем, линсературном африканц, вызывают дикий интерес к тебе, и люди хотят с тобой поддерживать контакт, говорят, приезжай к нам на милию, вот, уже все, мы готовы, приезжай к нам на ложь, помогай, ты трехязычный человек, ты говоришь на русском, ты понимаешь, как работать с русским, ты говоришь на африканц, который тебе поможет, ну, чувствовать себя, ну, уверенно и комфортно в стране проживания. Ты знаешь английский, но который просто нужен, потому что официально законодательство. То есть, какие-то контракты, вот, бизнес-таким, сообщество. Винодель. Винодель. У нас проходит каждый год, теперь в апреле месяце, фестиваль южноафриканских мест. Организует этот фестиваль человек по имени, ну, как я забыла его, да, он русский, но он уже занимается этим довольно долгое время. Вот. И, по-моему, это уже седьмой фестиваль, да, или восьмой. Да, довольно большая площадка. Значит, этот фестиваль поддерживает посольство ЮАР в Москве, и обычно перед началом фестиваля, открывает этот фестиваль посол Южноафриканской республики, то есть у нас такая официальная часть, и там представлены лучшие, так сказать, сорта южноафриканских мест. То есть они ищут рынок в России. Поэтому вот это тоже такая некая площадка, где можно поработать языком африканцев. Поэтому вот, скажем так, фрагментарно можно работать на выставках. Конечно, сейчас у ребят, на мой взгляд, больше возможностей, нежели вот когда я училась, когда все-таки еще был железный занавес, а потом, когда были установленные отношения в начале 90-х годов, да, все развивалось постепенно. Но тоже был большой интерес со стороны тех людей, которые приезжали из Южной Африки к нам. То есть сейчас, конечно, возможностей больше. А вот постоянная работа, да, безусловно, это Министерство на Страх Отдел, да, это научная работа. Может, я внесу какую-то печальную нотку в это все, потому что во времена Советского Союза существовало 12 организаций, которые могли пойти на работу, это наши студенты, пускники со знанием африканских и польных языков. Но вот во время перестройки, вы знаете, все это практически все было закрыло. Были закрыты издательства, которые издавали массу литературы переводной. Это был прогресс издательства, прогресс радуга издательства. Все эти издательства закрыли. Издательства даже русский язык, который издавал словари, кто там, так сказать, перестали это делать. И самое большое, это закрыли радиовещания на африканских языках. Объявещали на многих языках, в том числе и на африканцы, на Нандебели, и на Зулу, и на Суакили, и на Абхаз. Да, и на Абхаз, и на Абхаз, и на Абхаз. Естественно, да. Все это закрыто. Вот сейчас даже африканские послы уже писали такое большое письмо у лит с просьбой восстановить радиовещание. Потому что, например, африканцы поступают из Африки, поступают просьбы, что мы хотим слушать вещание из России на своем языке. Но вот пока такого положительного результата пока нет. Но вот если что-то в этом плане удастся как-то добиться, тогда, конечно, тогда ребята будут обеспечены. То есть радио закрыли уже в период образования новой России, получается, да? Да, после перестройки. А, в 95-м году? Да, это же было издательство, были многие, где существовали африканские редакции. В общем-то, да, издательства и все прочее. К сожалению, вот так, но надеемся на лучшее. На вот перемены. Солнце закрыто во многих странах. Культурные центры, которые укрепили, в одетские пункты закрыты. Но зато вот Росатом планирует очень большой контракт с ЮАД по атомной энергетике. Значит, возможно, понадобится переводчик. Да, если они его получат, там конкуренция жестокая, но там огромные, у них речь тут очень-очень про это. А вот здесь присутствуют студенты каких курсов? Вы как? А у вас есть стажировки? В Южную Африку. Вот это вы только вдвоем ездили? Нет, у нас целая группа. Целая группа. А, целая группа ездит на год, да? Нет, к сожалению, нет. А кто спонсирует? В Южно-Африканская сторона. В этом трассе нам удалось договориться, что... Это посольство, да, помогает? Нет, нет, нет. Это как раз-таки вот та организация, которая принимала в Союз. То есть... То есть они оплачивали билеты и проживание, получается? Нет, они оплачивали, они принимали, то есть они обеспечивали питанием и жильем. Оплачивали сами ребята. Ну, у нас, в общем-то, такая вот тоже ситуация. Со стажировками, да, у нас тоже сложно. Сложно, потому что у нас есть несколько договоров таких, да? У нас, например, с двумя, даже с третьими агентствами, в Танзании, в Эфиопии договор есть, да? С ЮАР, который был, с Талинбуржским договором не действует. Но, к сожалению, да, наши африканские страны бедны. И они хотели бы, чтобы мы все взяли на себя. Но в нашей нынешней ситуации, вы понимаете, что мы тоже не можем. Поэтому, что мы делаем в этом случае? Все-таки студенты должны потрогать Африку собственными руками и посмотреть на ее своими глазами. Поэтому мы с ребятами сразу говорим, возможно, будет поездка, мы договоримся по своим линиям, там, где кто может, да, с культурным центром, например, да, примут их бесплатно там, да, но дорога, к сожалению, за свой счет. И так у нас ездили ребята довольно-таки. Мы любим Эфиопии такие поездки в Эфиопию, в Танзанию, в Илланду. Вот сейчас у него архив, что мы в конце ораемся. В Западную Африку, в Нигерию мы как бы не думаем посылать своих ребят, мы просто побаиваемся, да, управлять, да, после того, как мы там захватили девушек, в общем, мы как-то не решаемся вот так. Поэтому, скорее всего, наши хаосы тоже уедут куда-нибудь посмотреть на Танзанию, или на Эфиопию, или на Танзанию. Может быть, студенты что-нибудь скажут, как они планируют свое будущее. У вас есть какие-нибудь мысли? Или вы просто выучите этот язык, и все. И на этом ваше обучение и образование закончится. Может быть, кто-то хочет высказаться? Это у нас круглый стол, формат круглого стола. Мы просто обсуждаем и записываем для того, чтобы потом это все выложить в интернет. Это не конференция, это круглый стол, поэтому здесь все участвуют. Пожалуйста, кто хочет. Мы, где мы не садим на работу в Дниге, поэтому у нас только в Министературе вернулись в Еженые Африки. И девушка была на предипломной практике. Ну и по идее... Ну она выиграла грант тоже, но очень... То есть возможность, в принципе, у нас есть, но тоже для того, чтобы поехать в Южную Африку, нужно постараться найти какие-то фонды. То есть есть у нас фонды в Даумин, то фонды в Усмановых, на которые готовы спонсировать. А Erasmus Plus не распространяется визуар? На что? Erasmus Plus вот эта программа. Erasmus Plus. А, не знаю. На европейские страны вот как-то. Нет ее одной, а я же работаю. Ну, она в свою очередь работала в посольщике, в Критории. Кто еще хочет сказать? Ну, я попросу, что они еще только начинаются, что мы проучились, сегодняшний будет, да? Полтора месяца. Ну, хотя бы скажите, нравится вам этот язык? Что-то понимаете, когда вы смотрите фильмы или зарисовки на Ютьюбе? Ну, конечно, мы в полном восторге от языка, и оказалось, что все хотели на этот язык попасть, и все, кто попал, они его безумно рады, потому что язык красивый одновременно, и, ну, и так удивительно, что он похож на европейский язык, но в то же время является африканским языком. Интересно прослеживать всякие влияния африканских языков на африканских, вот. Ну, что касается меня, я пока не дождусь уже что-то сказать, но я бы хотела заниматься музыканкой в дальнейшем. Вот. Ну, я еще вопрос. Ну, допустим, у нас тут есть группа людей, которые учат нидерландский язык, а вот вы, когда учите свой язык, ну, у вас есть какая-то возможность именно с носителями пообщаться в России, или, ну, это более проблематично? Есть, 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 есть возможность. Ну, какие встречи можно и те. Да, мы ищем себя, потому что одно время южноафриканцев, я имею в виду, африканеров было не так много, но когда еще было, скажем, полностью белое посольство, при господине Алифире, да, тогда, в общем-то, сейчас, ну, южноафриканцев, именно африканеров гораздо больше, мы их ищем, и общаемся с другими. Да, я видела, мы рассчитываем только на себя. Да, да, я работала с туристическими группами с Андреем Константиновичем, то есть это вот группа, такой пив, 93-94-й год, да, большое количество африканеров приезжали в Москву, мы работали с туристическими группами, да. Вот, а сейчас, вот, скажем, Даша активно общалась, да, вот, с Джейми, девушка, которая училась у нас здесь. Да, она училась в МАИ, она занималась, она была фокуссия в ракетостроении. В общем, освоением космоса, когда я прочитала про неё статью, держишь на африканской газете, да, она здесь, вот, мы с ней общались очень активно, она посещала наши мероприятия. И она помогала найти людей, которые тоже говорят в африканском языке. Мы пытаемся своими силами, безусловно, найти тех, кто с нами общался. Мы её возможности приглашаем на кафедру заместителей. У нас, например, в данный настоящий момент у нас работают два носителя языка. Это один нам помогает сольфилип, а второй с языком фула. Так получилось, что преподаватели в декретном отпуске носителя взяли на себя, но это четвертый курс. Для младших курсов, пусть сначала они просто осваивают язык, грамматику и так далее, а потом уже, когда нужно уже разговаривать, вести разговорный проект, в данном случае мы находим возможность и приглашаем носителя. На хаос у нас тоже был носитель в предыдущей группе, в этой пока нет. Мы так стараемся на каждый язык, в общем-то, найти носителя. Из тех студентов, которые учатся у нас в УДН. Я когда училась, кафедра тоже приглашала двух людей из посольства. Одна дама была даже циферологическим образованием. В общем-то, у нас была достаточно хорошая подготовка. Но я имею в виду на постоянной основе, у нас два преподавателя были языка африканс, поэтому кафедра тоже участвует. В УДН иногда встречаются с африканерами, знакомыми с городом, да, для них это тоже хорошая практика. Мы так стараемся, конечно, на том плане, да. И мы пригласим, я надеюсь, весной нам удастся провести мероприятие уже с нашими коллегами, если получится. А у меня вот последний вопрос, наверное, как вы ищете контакты с бизнес-сообществом с целью получить практику или стажировку, как мы делаем, например, с голландским бизнес-сообществом местным? Да, мы стараемся. Например, в том же институтеатрике есть целая такая комиссия, которая занимается контактами с бизнесменами. Ну, не могу сказать, что у нас все проходит потом пока неуспешно, но попытки мы делаем. Да, потому что есть крупный, есть аурус, который с дублей в стране. Да, да. Ну, понимаете, какой-то, ну, не знаю, у бизнесменов, не знаю, у меня какое-то, наверное, превратное впечатление. Мне кажется, что английского вполне достаточно для Африки. Но это совершенно другое, понимаете, когда человек знает родной язык, то, о чем грела Алиса, и все эти подтвердят, все, кто сталкивался. Так что там в Галактике. Да, это совершенно другое к вам отношение. В туличном мире был такой опыт, когда мне пришлось переводить настрекцию нашей электростанции в Танзании, когда министр энергетики просил меня, можно мы отойдем, посовещаемся, потому что я со своим языком, я не даю возможности вот перекинуться словами. Когда у них переводчики, адейский переводчик, они спокойно начинают переговариваться, договариваться, ставить свои условия. А тут сидит, простите, разведчик, шпион, не дают им возможности пообщаться. Поэтому, конечно, знание местного языка, государственного языка, местного, это дает огромнейшее преимущество. Конечно, такая профессия появилась, инсайдер называется. Это сейчас действительно, это есть профессия инсайдер. Таких людей нанимают на переговоры. Да? Да. И когда они едут на переговоры, или едут в страну, или здесь встречаются, вроде бы члена делегации, сидишь, а потом это докладывается, когда люди переходят на свои языки, особенно в плане бизнеса, торговые отношения. Я преподавала директору одной крупной компании, российской, голландской. Я говорю, общение, мне не надо мне понимать, что они говорят. А в РУДН есть, то есть осталась кафедра, где преподают? Раньше была, я помню. К сожалению, нет. Нет, да? К сожалению, нет. Закрыли кафедру африканистики УМГИМО, поскольку там была кафедра африканистики. Они объединили сейчас. Да, там осталось по существу три языка, которые были на других кафедрах. Или иранск, или африканист? Да, это не было. Нет, было отдельная кафедра, где было много языков, но, к сожалению, и нам пришлось сокращаться. Вместо десяти языков у нас сейчас только пять языков, было десять. Ну, приходится вот что делать. А этим не надо дружить. Дружить надо. А вот язык в каком плане предназначается? Ну, ты переводчики в уход у вас? Какая специальность-то? Потому что, ну, я вот, поскольку работал переводчиком какое-то время, и я понял, что очень мало людей, которые умеют переводить синхронно, и очень мало мест, которые готовят синхронных переводчиков. Несмотря на то, что там люди владеют языком прекрасно, но уметь переводить, например, синхронно очень тяжело. Вот второй момент в плане сотрудничества с бизнесом, там, конечно, правильно. Здесь сказали, мало кого интересует. Там, да, там, тонкость языка. Чаще всего бизнесменов интересует, ну, какие-то базовые коммуникации какая-то. Более того, ну, на моем опыте часто это происходит очень брутально на самом деле, да, и происходит следующим образом. Ты договорись. Пожалуйста, сделай так. То есть никого не интересует даже теперь синхронный перевод. Ну, вот, и я как-то переводил, это максимум конференций какие-то, да, крупные. Вот там синхронный перевод. Что касается всего остального, последовательный, ну, в лучшем случае, да, а чаще всего просто вот тебе задача, да, там, вот я вот тебе объясняю, а ты вот договорись. Поэтому, ну, вот мне интересно, если вас готовят как кого? Ну, вот как историков, как переводчиков, как филологов, как лингвистов, как кого? То есть вы все вместе, асинхронному переводу готовите? Все эти направления у нас есть, у нас все студенты, будь то они там историками, политологами, филологами, они все получают одинаковое знание число языка, то есть одинаковое количество число языка. Конечно, до синхронного перевода, 4 года у нас сейчас Бахалово, 4 года, конечно, синхронный перевод мне дойдет в основном. Допадем мы его в свое время, да, мы в свое время давали, вот когда у нас были вот эти фестивали такие, да, специально, просто собрали группы, лучше студентов, и заставляли их синхронить. А так, конечно, вот исследовательный перевод в основном. Ну, я хочу сказать, что я переводила синхрон, и это была межправительственная комиссия, Россия и Нидерланды, и они не брали английский, им нужен был синхрон голландский, хотя они и... И то же самое вот эта программа, government to government, тоже, это была голландская, и им нужен был голландский родной язык. То есть, хотя все знают, естественно, на этом уровне они прекрасно владеют, но именно условие было, что переводчик должен быть с нидерландским языком. Ну что, очень мы рады были вас здесь приветствовать и видеть, и мы надеемся, что это первая наша такая встреча, да, коллеги? Конечно. Будем продолжать дружить, мы вас ждем на все наши мероприятия, хотя они проходят на голландском языке, но у нас есть и на английском языке. Подпишитесь на нашу страничку в фейсбуке, Центр языковой культуры страны Бенилюкса, и welcome here, в нашей университете, в нашей лезинге. Нидерландский талет очень сильно по-фриканс, а если я нидерландский талет, то вы можете меня абсолютно хорошо понимать. Спасибо, спасибо.